Всем здарова, дорогие друзья! С вами, как всегда, Ник. Мы продолжаем играть с ними в различные андроид-игрушки и возвращаемся в Mortal Kombat Mobile проходить фатальную башню Серай Рю. В прошлый раз мы закончили с вами, по-моему, на 45-м бою, да, как я и думал, и, собственно, выбираем башню Серай Рю в первой вариации именно для противодействия командам противника без участия боссов. Для боссов у нас есть, конечно же, второй сет, так сказать, брони. Там немножко... они ничем почти не отличаются, просто там две зелёнки поменены местами между Скорпионом и Саб-Зиро, либо между Скорпионом и Джей, точно не помню. Просто, как сказать, в обычных боях у меня на Скорпионе стоит колокол, который повышает урон по горящим противникам, потому что на дне боссов огонь действует. То есть эти они подожжённые, и пока они подожжённые, по ним увеличенный урон идёт на 100%. Благодаря зелёной снаряге колоколу. Но вот с боссами там, конечно, немножко по-другому, потому что боссов поджечь нельзя, так это всё-таки боссы. У них есть сопротивление всяким дотам, то есть яду, кровотечению, огню, там, какому-нибудь истощению жизни, истощению силы. Не, истощения силы нету, вот истощение жизни, скорее всего, есть. То есть тот же, к примеру, Шаукан, его, скорее всего, второй спецприём не убивает босса. Хотя я точно не уверен на этот счёт. Потому что в более старых башнях, возможно, они не добавили возможность выживания боссов от Шаукана. Ну и также, соответственно, у них иммунитет к Рейдену классическому, который при выходе в бой снимает здоровье. Поэтому для этого я и создал вторую предустановку, которая просто увеличивает урон на 50% от основной атаки без... То есть, да, конечно, колокол даёт увеличение на 100% урона. И причём не только от базовой атаки вообще, но тогда противник должен именно гореть. А вот другой предмет, как он называется, я же не помню, то ли монета, то ли свитки. По-моему, монета, если я не ошибаюсь, она именно увеличивает урон на 50%, но зато без каких-то дополнительных условий. То есть, этот... и только с руки. То есть, на 50% больше урона с руки, но из-за этого, как бы, это действует только на... Точнее, это, наоборот, действует на абсолютно любого противника. Неважно, босс это, не босс. Поэтому во второй, так сказать, команде это более выгодная тема. Пока что, конечно, в первых там боях это особо не играет роли. Так, первый раз он воскресил кончи, второй раз он воскрес сам. Здесь ещё, по-моему, в этой башне было добавлено воскрешение противника. Ну, то есть, ограничение такого. Поэтому они встанут буквально только по один-два раза. Джейсон неостановимый один раз встаёт, а Джейсон слэшер, он встаёт два раза. Плюс ещё, соответственно, воскрешение кончи, которое сработало на обычного Джейсона. Именно на неостановимого. Ну, идём дальше, собственно. Если кому интересно, какое снаряжение я использую на своих персонажах, то в самой первой серии я показываю, какое снаряжение выставляю, и я не меняю его обычно. Но если же я его поменяю, да, то я покажу это в видеоролике. Также, наверное, на второй предустановке у меня, по-моему, в предыдущей серии есть видео, что я поставил, но там я ничего особо не делал. Я просто поменял колокол и монету местами между персонажами. А всё остальное у них, в принципе, то же самое стоит. Так, поехали. Так, остаётся добить Сайрокса и, в принципе, Ези Вин. Ну, промежуточные бои пока что до 100 с чем-то там боя. Я думаю, первые проблемы начнутся у нас только со 161-го, может быть, промежуточных, да? Проблемы с боссами, я думаю, у нас начнутся уже боя с 80-го, 100-го. То есть там мы можем уже потратить с вами не одну, скажем, пару попыток на прохождение. Хотя вот я на самом деле просто плохо помню, какие боссы ждут нас в этой башне и какие у них будут пассивные усиления. У нас на Скорпионе почти нету бонуса к здоровью для башеного. Единственный бонус здоровья, который мы получаем, это от зелёной карточки, помимо бонуса к урону. Так что да. Так, теперь мы выступаем с вами против Мелины Кищной. Сразу быстренько разберёмся с ней, с Джинни Кейджем, но ещё там кто-то был, я даже не успел увидеть, кто был следующим противником. Но, кстати, стоит заметить, уже идут алмазные противники. То есть Мелина Хищная, это уже алмазный персонаж. Хотя, по сути, это только начало башни. Но они, наверное, ещё даже не десятых слияний, хотя, опять же, я не уверен. Надо будет сейчас глянуть, посмотреть, чё там у них по слияниям. Нет, смотрите-ка, уже действительно идут и золотые алмазные персонажи десятых слияний. Неплохо. Но они пока что абсолютно без снаряжения, поэтому они для нас абсолютно не представляют никакой угрозы. Они также быстро отваливаются буквально от пары комбинаций обыкновенных. И спецприёмы мне даже не приходится использовать. Снаряга на противниках в промежуточных боях, скорее всего, появится только спустя сотню боёв, может быть. И то она в начале будет появляться достаточно посредственно. То есть она там будет первых, вторых слияний, максимум там третьих, четвёртых, синенькая. Поэтому никаких проблем возникнуть не должно. Так, поехали с вами дальше. Как же им везёт, что на них не работает пробой блога. Я бы хотел, кстати, себе хотя бы одно слияние выбить на клинки Мурамасы. Почему я говорю хотя бы одно? Потому что здесь нету гаранта на синюю карточку. И чисто рандом решает, что тебе выпадет. И если мне выпадет хотя бы одно слияние на... О, душа, неплохо. Не так, чтобы прям замечательно, но лучше, чем монеты, всё-таки. Так вот, о чём это я говорил. Я бы хотел, чтобы мне выпала хотя бы одна карточка на... Собственно, этот... Как она называется-то, блин? Хотя бы одна карточка на синее снаряжение. Это бы уже было неплохо. Конечно, есть Эпик на 200-м бою, скорее всего. Хотя я не уверен. Может быть, там и нету Эпика. Прикиньте, нету Эпика, нету зелёных карточек, нету синих карточек. И всё на рандоме получается. Но я надеюсь, что хотя бы Эпик есть на 200-м бою. Всё-таки это фатальная башня. Надеюсь, что разработчики сохранили возможность убивания эпической карты снаряжения башенного на 200-м бою. Поехали. Ну, изи-бризи. Тут как бы, как я и говорил, не особо пока сложно. Хотя вот эти вот противники, уже чувствовалось по ним, что они не так-то быстро отваливаются. То есть, по ним приходится совершать достаточно много ударов. Так, двигаемся с вами на следующий бой. Посмотрим, кто там у нас будет следующим противником. Люкан Круготини. Неприятно, конечно, потому что на него оглушение будет в начале матча. Но, в принципе, меня это не особо пугает. Так как урона, он всё равно достаточно много влить не сможет. Но если будут, кстати, отряды, допустим, с этим Люканом и на каких-нибудь там 190-х плюс боях, то, возможно, стоит на Скорпиона поставить либо его родную эпическую снарягу, либо же снаряжение Джейд, чтобы максимально увеличить здоровье. Потому что снаряжение Джейд у меня, по-моему, то ли шестого, то ли седьмого слияния эпическое. Оно мне прямо в первый раз, когда я проходил башню, очень часто падало. Чисто по рандому в башнях. Это, наверное, за все башни самый прокачанный эпик у меня из всех. Мне вообще очень сильно везёт, в кавычках, потому что я не считаю особым тем везением, что мне падают эпики на здоровье, то есть всякая броня и так далее. У меня вот и куртка Варана из башни пятого слияния, по-моему. И есть ещё эти... Броня Рейна у меня, по-моему, четвёртого, если я не ошибаюсь. Я думал, она у меня будет более высокого слияния, но как только мне выпало четыре, по-моему, слияния, она мне перестала падать совсем. А за двухсотые бои там пять раз подряд она мне, по-моему, не выпала. И... нет, не пять. Я, наверное, слишком преувеличиваю. Возможно, три-четыре где-то последних прохождения она мне не падала за двухсотые. И с промежутков тоже не падала. Но я доволен тем, что мне хотя бы упало с башни колдуна... Ой, с башни этого... Какая была предыдущая башня, я уже забыл. С Эденийской башни мне выпало это... копьё. Буквально за день или за два до окончания самой башни. То есть башня была... длилась всего два месяца примерно. И... именно я уж думал, я не выбью копьё себе. Но оно мне дропнулось как раз-таки буквально за день, за два до окончания башни. С этим мне прям попёрло, конечно. В идеале, конечно, нацепить на Скорпиона его родную снарягу в виде цепей. Даже если вы не используете броню, то цепи типа топовые. Но минус в том, что... Потому что они позволяют поджигать то ли базовыми атаками, то ли спецприемами, точно не помню. То ли при блокировании. В общем, чё-то в таком духе, то есть это позволяет более раскрывать потенциал этого... Как он называется? Колокола в обычных боях. Но проблема в том, что у меня... Я стараюсь использовать снаряжение на урон. То есть те же нунчаки на Люкана. Те же, как они называются, зелёные карточки. Те же клинки Мурамасы. И сами цепи, они у меня гораздо слабее, чем зелёная карточка. То есть у них там первое или второе слияние. Поэтому я их вообще ни на одного из персонажей не надел. Потому что, ну, бонус в 47-48% это гораздо меньше, чем 80% от зелёной снаряги. То есть зелёная снаряга здесь даёт к атаке куда больший профит, чем цепи. И при этом ещё бонус здоровью они даёт. Она даёт больше, чем цепи. Блин, он не даёт мне ударить. Давайте быстренько его развалим. Ну и остаётся разобраться чисто с Кентаро. Конечно, как видите, у меня без огня урон проседает немножко по противнику. Но тем не менее, всё равно неплохо. Так, получаем 1000 монет. И у нас, по-моему, остаётся последняя попытка. В энергии. Ну, знаете, я, наверное, париться не буду. И опять же, рекламу сегодня смотреть не буду. И просто восстановлю энергию за души. Поэтому давайте это и сделаем. Только чуть позже. Потому что у нас сейчас ещё... Одна единица энергии успела восстановиться. Поэтому, да. Пока ожидаем загрузки боя. В принципе. Самое долгое, мне кажется, в Мортале, это вот ждать загрузку каждого боя. Я представляю себе ютуберов, которые задалбываются, вырезая каждую загрузку. Но обычно те люди, которые записывают видосы, да, при прохождении чего-то, они используют какие-то сторонние сервисы и записывают видосы частично через компьютер. То есть, какие-то там они используют наверняка захват изображения через компьютер или тип того. И, естественно, им обрабатывать это всё гораздо легче через компьютер. Они могут, во-первых, записать всё одним большим куском. Затем всё это наврезать и сделать. Конечно, у них наверняка это занимает часы работы. А я же обычно не вырезаю вот такие моменты. Я вырезаю рекламу. Я вырезаю какие-нибудь, знаете, очень прям скучные и нудные вещи, которые не считаю нужным записывать. Вырезаю также, ну, я стараюсь по минимуму вырезать. То есть, всё самое такое, что вот прям, ну, как сказать, было бы критичным, если бы оно присутствовало в видеоролике. Но вот всякие там, знаете, вот микрозагрузки... А, кстати, загрузки я тоже иногда вырезаю, допустим, в Геншине. Но в Геншине я, знаете, как делаю? Я просто останавливаю запись, пока у меня грузится игра. И затем запускаю запись после того, как она загрузилась. Потому что... И мне это нужно ещё, к примеру, делать. То есть, мне это помогает, потому что если я буду записывать на телефоне видос с одним дублем, он может сломаться, потому что я записываю в максимальном качестве. У меня разрешение телефона 1440 пикселей. Также ограничения по кадрам я ставлю обычно в 60. А для телефона это очень такая неплохая планка. И, конечно, знаю, что наверняка существуют телефоны, которые могут записывать видео более чем в 60 кадрах. Но... Да. О, карта на Тремора. Правда, она мне абсолютно бесполезна. Так вот, о чём это я говорю-то. Конечно, в некоторых играх у меня далеко не 60 кадров. Допустим, в том же Mortal Kombat. Но в тех играх, в которых мне позволяет телефон записывать в 60 кадрах, видосы пишутся в 60 кадрах. То есть, просто у меня стоит ограничение именно до 60. Многие люди записывают мобильные игры там в 30 кадров и так далее. Ну, именно с телефона. То есть, самая моя неприятная вещь, что я записываю видео именно через сам телефон. Через программу для записи и через динамики телефона у меня записывается и звук игры, и голос. Я не знаю вообще, как это получается, что меня вообще нормально слышно. Мне просто повезло, наверное, с динамиком, что... Но, конечно, вот звуки игры, они не очень качественно записываются через динамик. Это прям очень заметно. Но я с этим не могу ничего поделать. Я пробовал устанавливать руты, добавлять запись внутриигровую, внутриигрового звука. А запись с динамика вставлять внешне, но постоянно ломается звук. Я не знаю, с чем это связано, но ломается программа записи. Во-первых, вот эта программа записи, через которую я сейчас записываю, которая мне уже нравится, которую я пользуюсь там несколько лет, наверное. Ну, пару лет, точно. Она меня прям во всем устраивает, но она вот не может записывать через рут. Внутриигровой, так сказать, системный звук и... да. А другие программы записи, они просто как-то неадекватно ведут себя. То там какие-то водяные знаки, тебе приходится, я не знаю, там, париться с настройками. То там нету твоего поддержки, твоего разрешения. То там какое-то качество звука записи плохое. То там микрофон не работает. То, как бы, если ты записываешь системный звук, то может не работать микрофон. Если ты записываешь микрофон, то может не работать системный звук. И иногда во время записи вот прям ломается всё это. И, кстати, поэтому же я не могу особо записывать стримы. То есть я пробовал пытаться записывать стримы. Возможно, нужно просто найти какое-то приложение. И не так, чтобы прям сильно хотел бы стримить, но... Типа попробовать как-нибудь было бы неплохо, если бы это всё адекватно работало. Но я как-то пробовал запускать стримы, он у меня просто через 30 или через 45 минут он просто отрубился. При этом качество звука на записи на стриме почему-то проседало. Потому что я делал, по-моему, это через официальное приложение Ютуба. Оно вообще конченое. Мне оно не очень понравилось. Не знаю, как сейчас. По-моему, сейчас оно вообще то ли плохо работает, то ли не работает. Давайте посмотрим, что там у нас за боссы. Это у нас Серерю Такеда и пара Скорпионов. Все пока золотые, ничего серьёзного. Кнуты десятые, наручи вторые и цепи аж седьмого слияния. Ничего себе. Здесь десятого колокол, третьего наручи и клинки третьего. И здесь десятого кунай. Второго, по-моему, наручи и цепи, опять же, седьмого. Неплохие у них цепи у Серерю и у Скорпионов. А также, типа, Ниндзюцу и классические Скорпионы. Но мне кажется, особо трудностей не будет. И мы, скорее всего, примерно за одну попытку это пройдём. Также тут есть дополнительное ограничение на вампиризм у противника. А это значит, что, нанося мне урон, они будут восстанавливать своё здоровье. Но меня радует, что здесь пока нету среди боссов какого-нибудь Скорпиона в порождении ада, у которого иммунитет к критическим ударам. Но будем бить его смертельными через базовые смертельные удары. Это у нас не кошмарная башня. Здесь от смертельных ударов у противника всякие щиты не срабатывают, поэтому проблем как таковых быть не должно. Блин, я опять забыл предустановку поменять на снаряжение именно для боссов. Ну ладно, пока это не так критично, потому что здесь идут боссы пока достаточно ватненькие. Их за две минуты более чем успеваешь забрать. То есть буквально тут каждому по первому спецприему достаточно влепить, и они отваливаются. Триста, ещё там. Так, и добиваем последнего из Скорпиона. Опять же, я думаю, будет достаточно чисто первого спецприёма. А нет, смотрите-ка, не сработал крит, поэтому... А нет, сработал всё-таки! Даже не крит, а смертельный удар чисто с локтя, добивающего я нанёс 126 тысяч урона. Нормальная тема. Ну вот, собственно, победа, и я думаю, на этом у нас попытки кончаются, потому что это был ровно 60-й бой. Получаем кунлау. Да, как мы видим, снаряга за кратные 20 боям не падает, но мне зелёная снаряга и не нужна, то есть я не особо огорчаюсь. То есть, если бы мне падала снаряга за, скажем там, за 40-й, за 80-й бои, то я бы просто продавал её за 10 душ. А так у меня падает персонаж, который я продаю за 30 или за 54 души, и это мне достаточно более выгодно, чем выпадение зелёного снаряжения. Но вот новичкам, которые в первый раз проходят башню, будет очень неприятно получать персонажей вместо башенного снаряжения, которое позволит им дальше продвинуться по башне. Хотя, с другой стороны, персы тоже клёво. Ну ладно. В общем-то, на этом буду пока заканчивать. Продолжим с вами уже в следующий раз. А на этом с вами был Ник. Удачи, до скорых встреч, и огромное вам спасибо за просмотр. На этом всё. Пока-пока.